При входе на это кладбище в поселке Колос казаки снимают папахи. Среди старых надгробий – святыня, могила предков. Уже больше двух столетий здесь покоятся воины, которые пали в бою, защищая границы России. В далеком 1810 году 148 казаков ценой своих жизней остановили 4000-е черкесское войско. В память об этом событии здесь каждый год собираются казаки со всей Кубани. Меня Господь сподобил участвовать во всех поминовениях, которые были от самого первого. И разница, конечно, колоссальная. Мы в 1991 году в мае месяце, когда собрались здесь в первый раз, и нас было около 30 человек. В этом году здесь уже 5000 казаков. Отдать дань памяти приехал и временно исполняющий обязанности губернатора Вениамин Кондратьев. После молебна вместе с атаманом кубанского казачьего войска он возлагает цветы в могиле павших героев, подвиг которых сегодня невозможно переоценить. На таких примерах нужно воспитывать будущее поколение защитников нашей страны, нашего края. А традиция поминовений погибших героев – основа такого воспитания. Каждая пять от этой земли пропитана кровью наших предков – казаков казачьего полка Льва Тиховского. Я очень рад, дорогие братья казаки, что с нами сегодня дети, и каждый год их на вот этих поминовениях все больше и больше. Героизм казаков вспоминают не только на молебне. Гордясь своими предками, их правнуки ждут гостей в куренях, встречают песнями и танцами, угощают хлебом с солью. Вениамин Кондратьев зашел в каждый. Руководителю региона рассказали о жизни родных станиц и поселков. И, конечно же, удивили, кто во что гораст. По нас сетью промыкают грозные разливы, а зачинки убирают золотую ниву. Уезжать не хочется. Родники, они всегда питают. Поэтому здесь родник. Здесь родник жизненной силы. Энергии не изменяйте сами себе. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».